Приветствую вас на Full Street Online. Каждую пятницу обзор недели. По традиции мы начнем с новостей, которые нас ожидают на следующей неделе. Ну, в первую очередь, предварительно с 8 марта. Мы поздравим женский день в понедельник, так что от всей души, от всей компании только теплые слова. Значит, понедельник без экономических отчетов, соответственно, у нас. И вторник у нас получается ВВП за четвертый квартал по Японии. В среду ожидается у нас решение по процентной ставке Канады. Очень важная события. В целом, как бы, начинается череда процентных ставок по банкам, Центробанкам. Запас сырой нефти также 10 марта в 18.30 по московскому времени. В четверг будет много отчетов по Евросоюзу и по США немножко. Значит, по Евросоюзу будет решение по процентной ставке в 15.45. Поставьте себе напоминание, это очень важное событие экономического календаря. Ну, в целом, четверг, получается, 11 марта, 15.45. Рекомендую. Поставьте, чтобы не пропустить, либо не попасть на сильную волатильность. Потом пресс-конференция ЕЦБ в 16.30 как раз в Баку Ратни, к открытию Америки. И в 16.30 также число первичных заявок на получение пособий по безработице. Вот. Значит, это США в четверг. Итого, получается, у нас достаточно такой красный день среда, четверг, может быть, амплитудная активность. И пятницу у нас по полной программе отчитывается Британия. ВВП за год, ВВП за квартал и месячный отчет по ВВП. Значит, предыдущий показатель минус 7.8. Это вот предварительные по ВВП. Ожидают аналитики ни одного варианта вообще. То есть, раньше какие-то предположения были. Сейчас с этой пандемией даже не могут теперь посчитать, какое реальное ВВП у Британии. В общем, четверг и среда. На следующей неделе, number one, два дня по событиям. И напомню еще раз, чтобы вы подготовились. Если вы будете ожидать точки входа более среднесрочные, то есть на несколько дней, на неделю, на две недели, то я рекомендую дождаться серии процентных ставок, серии отчетов. Значит, начнется этот период с Федрезерва Фомки 17.03.03. 18.03 Англия, март. 19.03 ЦТБ Российской Федерации. И 11.00, ну вот на следующей неделе, это еврозона. Вот, собственно, такие события. То есть, на этой неделе еврозона и на следующей неделе начинается целая цепочка. Значит, на этом по событиям... А, еще. Значит, по 10 марта открытый вебинар в рамках Волфикс Академии. Перед курсом подготовки трейдеров к торговле. Значит. Первым у нас по списку будет CL. Итак, для того, чтобы более объективно оценить возможное движение стоимости барреля нефти, естественно, нужно много-много информации об спросе предложений глобально на планете. Но, исходя из той информации, которую мы можем видеть из биржевых данных, то есть, о объеме сделок по NYMEX биржи. Light Sweet Crude Oil. Значит, смотрите. Сейчас вы увидите перед собой график CL за два года. Двадцатый и его двадцать первый, неполный, собственно. Смотрите. Получается, второе, одиннадцатое... Ну, у нас получается... Даже давайте чуть больше подгрузим. Давайте с августа. И вы могли заметить, что ликвидность последние две-три недели идет прямо топовая. То есть, по сравнению с периодом, там, ноябрь, декабрь по CL. И вот такая плотная по ликвидности череда торговых сессий была как раз 27 января по 3 февраля. То есть, перед движением сильным. А еще на двадцатом году, то есть, буквально, вот, январский контракт, декабрьский, таких объемов и постоянно, вот, на таком уровне оборотов практически не было. И волатильность также увеличилась. Итак, относительно периода, там, 16 ноября, ну, давайте возьмем, вот, по именно 21 году. У нас самые волатильные дни пошли. То есть, вот, 88 тик, ну, тик здесь в пять раз сжат, поэтому здесь не будет совпадать с вашим шагом цены. То есть, это специально для дневного таймфрейма. Самая ликвидная сессия получилась 568 тонн. Это было 4.03. И за ней последовала уже немножко более спокойная сегодняшняя торговая сессия. Значит, выше 4 тонн оборот, 400, идет, ну, вот, с 19, 18 февраля. Непосредственно по открытому интересу у нас идут, в основном, фиксации по старому контракту. Пошла фиксация позиций. И на новом контракте, естественно, потихонечку, в мае 21, сейчас посмотрим, сколько там ликвидки. Ну, открыт интерес, посмотрим ликвидность. Значит, давайте подытожим апрельский 21-го. Идет ядро в диапазоне 68 по 61 и 7. Уровень дельта массива у нас получается 61, 60 по 62, 60. Здесь, как вы видите, плотненький коридор байера, оставили за собой след. И сопротивление, которое было на уровне 62, 95, 63, 20, его буквально за одну сессию прошли, без остановок. Здесь дельта была на покупку 2 дня последних, ну, в апрельском контракте, 7,5 и 5,3 дельта на бай. Вот, если посмотреть. То есть, предыдущие торговые дни были у нас 1228, первое, 400 контрактов бай, потом идет, ну, 2 нейтральные. То есть, если под дельта проценту посмотреть, там абсолютно даже процента не добрали. По прошлой неделе были даже практически 1%, вот 1,5% точно 25-го числа. Вот это сопротивление, как раз, они уже преодолели. Давайте посмотрим с лбай режимом. Вот так это будет хорошо видно. Плотность дельта шортов, ну, дельта массива на шорт. И непосредственно по поддержке. Это массив этой сессии, массив этой сессии и также были активны вот в этом коридоре. Ну, вот заслуженно 61,60, 62,60 в качестве саппорта. Тут и объем хороший, и дисбаланс по этому диапазону тоже имеется. Значит, оперативная за вчерашний торговый день и сегодня 64,35 по 65-ю. То есть, здесь как бы за 2 дня также имеется небольшой набор объема и ценник на самом пике недели контракта. И, собственно, в комментариях напишите свой взгляд на будет ли нефть выше 3,6. 66,60. Вот непосредственно алерт поставим сюда. 3,6 будет, CL на следующей неделе, ну, там, в районе 2 недель. Итак, что мы имеем? Значит, на апрельском контракте у нас идет 2 последних дня просто на жесткой дельте на байт. На новом контракте непосредственно ликвидность еще, ну, не сопоставима, но заглянуть так же стоит, посмотреть, что на новом контракте уже участники рынка. Какие у них взгляды, в общем, на динамику. Соответственно, здесь ценник уже 65,76 и 2 дня, ну, четверг и среда были на покупках тоже. Также у нас получается пятница 920 уже дельта на шорт. Процентный перевес поинтереснее будет. 3% вот четверг на покупки были. Здесь уже набирают позиции и вы сейчас можете увидеть. Значит, как раз вот дельта на бай в четверг, рост позиций, покупки и, собственно, самый ликвидный день, ну, вот этой неделе, которая заканчивается. 77 тонн. Там у нас получается под 400-500, 300 тонн оборот. То есть здесь на следующей неделе уже будет переход объема на новый контракт. Ядро пока по новому контракту у нас в районе 60-65 по 61-55. Итак, как вы считаете, данный маневр действительно является показателем сильного спроса, закупка нефтитрейдерами или же это более манипулятивное движение. Как по мне, под завершение апрельского контракта это вполне может быть такой прощальный удар фактически по стопорям, по стопам выброса участников рынка из шортов. А там, в принципе, предостаточно можно посмотреть по срезу открытого интереса и открытых позиций, ну, опционных уровней. То есть вот по опционным уровням больше всего маневр, ну, вектор выстраивается на снижение. Соответственно, это может быть вполне прощальный маневр. То есть до 66 может все-таки будет 3 шестерки и вполне может быть нисходящая динамика. Спрос, такой агрессивный спрос на газ, нефть уже как бы идет к завершению зимы. Уже весна, в принципе, календарная. Соответственно, сейчас могут и так же по акциям, по фондовому рынку, а компании, которые добывают нефть, газ, реализуют, перепродают. То есть может быть отсечка. Вот я наблюдал в Газпром и еще когда... Или Сургут, или... Коил, кажется. Ну, в общем, у них регулярно февраль-март отсечки идут жесткие. Просто прям вот все, что там за зиму цена выросла, они буквально за пару дней, неделю могут срубить просто вниз по акции. И, соответственно, вот такой маневр, если в случае, то есть проецирования возможных сценариев по нефти, если 66 категорически на следующей неделе нефтетрейдеры отклоняют эту цену, она их не устроит, соответственно, ожидается резкий возврат обратно в коридор 64, 62, 61. И, соответственно, при агрессивном дисбалансе продавцов можно будет подыскать точки входа на шорт. Желательно, чтобы вернулись вот как раз вот диапазон поддержки 63,2. Это вот на апрельском контракте. И, ну, не... То есть надо, чтобы ниже 64 ушли и закрепились в районе 62, 64 как минимум. То есть тогда можно будет уже это рассматривать как такой сброс топорей. Если же понедельник, вторник остаются в районе 64,5, 65, 66, то есть вот здесь на новом ценах, соответственно, нефтетрейдеры приняли эту цену и отталкиваются уже от нее и вполне может быть и 3,6. Вот такие вот события. Напишите в комментариях к видео ваши цели по нефти на следующую неделю. Мне будет интересно посмотреть. И если будет время, одно-два предложения аргументируйте, почему вы так считаете по цене. Ну, таргет по нефти. Следующий у нас евро на обзоре. Итак, обратите внимание на... Достаточно... Вот всю неделю была в основном фиксация позиций по еврику, по фишечному контракту на пару евро-долларов. Значит, отметим, что Дидро уже, в принципе, на следующей неделе будет падать объем на текущем контракте и участники рынка будут переходить на июньский контракт. Напомню, что скоро экспирация по квартальным ключам. Вот, если у вас еще какие-то цели на этот контракт, то я рекомендую о них забыть и лучше ставить цели уже на новом контракте. Это логичнее будет и выгоднее. То есть, все, что вы сделаете, классные сделки, хорошие точки входа, буквально на экспирации нужно будет уничтожить. Поэтому поддержка, которая была из начала февраля, ее преодолели. Это 206-204 уровень буквально за один день. Так же самое, как и с Ель. Четверг был ударным и по открытому интересу даже немножко открыли позиции. И по дельте вы увидите, что буквально пятница идет на шортах, все остальное было на покупках. То есть, соответственно, мы имеем перед собой фиксацию, выход из вот этих шортов, которые были загружены. По открытому интересу была дельта на шорт непосредственно в этой неделе. Даже видно по точкам красным непосредственно большие трейды. Крупные сделки по цвету вы можете определить. Это покупки либо продажи, ну и соответственно уровни. И так же поставим еще селлбай режим, чтобы вы видели дельта массивы. И так же прошу заметить, что идет достаточно агрессивная активность по крупными трейдами на шорт, именно на лоу контракта. Возможно, это фиксация каких-то крупных покупок, которые были в течение недели. Но вот если посмотреть по дельте, то из пяти дней четыре на покупку, причем они все жестко по одному уровню идут. Для сравнения, обратите внимание, какой был дельта фон в течение контракта, ну там 14-12, видите, то есть есть неделя вот эта еще с подозрением очень, то есть ровно идет дельта. Либо на покупку, либо на продажу, касаемо 3000 контрактов, видите, вот две недели такие были, очень подозрительные. И две недели точно так же, видите, 5000 контрактов практически, 5300, 4600, и вот у нас идет 4300, 5.9, 4 дня на покупку вот здесь жестко, как раз этот уровень саппорта поддерживали. И два дня на снижение, и вот только пятница у нас получается нулевая дельта. Так, отсюда следует у нас по открытому интересу, вышли, очень сильно вышли вот здесь, начали просто сбрасывать, жестко сбрасывать. И, ну тут буквально небольшой совсем приток позиций, но это уже как бы на юническом контракте к экспирации, это вполне нормальное явление, последние две недели только будешь, что идти фиксацией. По движению вполне могут резко развернуться обратно в коридор, там 204-206, если этого не произойдет, там понедельник-вторник, соответственно, можем дозагрузить продажи и уйти ниже, поэтому осторожнее. Сейчас подгрузится информация нового контракта, июньского, то есть свеженький, молодой. А вот у нас и июньский контракт на евро. Значит, здесь еще объемы небольшие, ну и, соответственно, дисбалансы. Но ценник здесь уже 1985, и поддержка тут 194, причем так активно. Значит, по дельте в основном идут цессии на покупку, то есть идет снижение котировки, но все равно это все дело откупают. Видимо, кто-то что-то знает и настроен на северное движение по паре евро-доллар. Это было евро. За валютой евро рассмотрим сейчас пару доллар-рубль, который торгуется на фьючерсный контракт, который торгуется на бирже Moex. Итак, ядро текущего контракта у нас идет 73 900 по 74 400, самый плотный коридор. Здесь явно неоднократно вмешивается очень крупный игрок, фактически монополист в этом плане, 5,3 миллиона, 5,2 миллиона, 5,4 миллиона. В определенный момент, особенно ключевые точки, которые необходимо немножко поднажать, включается выше 5 миллионов оборот за день участник рынка, то есть в эти дни. Ну и также предвестником может быть такой возрастающий объем с 3, может каждый день расти. И вот 5,2 миллиона, все успокаиваются. Смотрите, 3,5, 4,1,7, 4,69 и 5,14. Все, остановились. То же самое было здесь. Три дня растет оборот, там свыше 5 миллионов. И теперь посмотрите, то есть у нас получается, ну вот коридор 75 и 73 500. Такое ощущение, что вот решается вопрос, когда выйти, когда будут выходить за этот диапазон. Значит, пробитие 73 500 у нас получается, открывается агрессивная сработка, вернее, очень жесткий коридор. У продавцов тут будет большое кладбище стопорей у байеров. То есть вот за 74 только прыгнут, они уже пощупывали этот уровень. 73 500, я думаю, тут очень много селл-стопов стоит, кто на пробитии будет работать. 75 уровень, это откроется возможности у байеров. Более плотный диапазон имеется вот здесь. Это самая плотная его часть, как раз вокруг ядра. Соответственно, чтобы уже более уверенно акцентировать внимание на активности байеров или селлеров, давайте еще посмотрим на дельту. Да, кстати, открытый интерес, мы забыли уточнить вот о чем. Идет всю неделю снижение позиций, открытых позиций, то есть каждый день потихонечку выходят. То ли переживают, что процентные ставки скоро на носу, буквально вот на следующую неделю 19 числа вроде, если не ошибаюсь. И вот такая дельта, то есть 3 дня были на покупку последние и 2 на шорт. То есть вот эти вот шорты, они в принципе отработаны, ну а покупка так в принципе результатов и не дала. То есть так и остались в диапазоне. Это были уровни по рублю, то есть сейчас, я думаю, вот вопрос как раз процентной ставки, будут ли менять процентные ставки Центробанки в этом, ну в марте. Вполне может быть, что и ЦБРФ тоже поменяет процентную ставку вслед за Федрезеровым. Так, это у нас спот. Обратите внимание, оборотки идут, то есть у нас 4-4 миллиона оборотов 3 дня из 5. И непосредственно все так же висим в коридоре 75, 70, 3,5. По дельте здесь также идет увеличивающая дельта на бай. Прям вот очень увеличивается с каждым днем. Таких прям похожих случаев здесь пока не обнаружено. Были попышенные вот 16, 17, 19 февраля. И непосредственно вполне могут раскачать, там чуть повыше толкнуть на споте. Будьте осторожны. Сейчас вот как раз идет, из-за процентной ставки решается в принципе вот ситуация по... Укрепится рубль, либо же наоборот потеряет позицию. Золото. Непосредственно по золоту у нас идет... Сейчас склейку контрактов поставим. Там заканчивается один контракт и начинается новый. Ну вот, фактически на следующей неделе, через неделю. И так, вот по оборотам то же самое. Активность очень высокая. Такое ощущение, как будто началась весна, начался бизнес-сезон. И многие крупные участники рынка возвращаются в финансовый рынок, на финансовые площадки. И так, по снижению на золоте, как вы видите, крайне другой уже подход по падению котировки. В этом случае, в предыдущие там 3 недели, 4 до этого, буквально там стоят 2 дня. Один день ключевой на падение, потом снова 2 дня стоят. А здесь, как вы видите, сползающая активность и ликвидность, ну, плюс-минус в среднем идет такая, как последние 2 недели. По открытому интересу идем постепенно на снижение. Вот если без склейки, сейчас покажу. Плавное, да, то есть идет снижение без вброса новых позиций. Объем также на уровне предыдущих недель. И вот такая у нас активность на дельте. То есть, 2 дня у нас были, 2 дня покупки в начале недели. И пятница, которая была у нас 25 числа, они, в принципе, до вот 1 марта, где у нас, вот, 1 марта, дельта на бай, вторник дельта на бай по золотам, да, агрессор. И непосредственно коридор вот этих вот агрессоров на покупку 1738-1720 могут вполне затариться, потому что достаточно высокая стоимость нефти влияет на себестоимость добычи тройской унции на столь драгоценный металл. И вполне могут просто выстрелить на север. Если также параллельно немножко снизится внимание и интерес к криптовалютам, биткоин, то есть, как только он начнет немножко фиксироваться на снижение эти цены, то есть, сейчас он настолько привлекательный, что просто из золота выводится кэш и вкидывают в крипту. Вот, поэтому здесь, как бы, вот такой результат исход, я думаю, возможен именно при таком сценарии. Вот такая активность. Значит, значит, и S&P. На S&P плановая фиксация перед экспирацией, вполне ожидаемая волатильность, увеличение волатильности. Если вы посмотрите предыдущей неделе, вот эта неделя у нас дала 775 пипсов динамику, то есть, вот предыдущая уже была побольше. Сейчас вам покажу. Здесь у нас 500, там 600, 550 тиков в общем движения. Вот такая более волатильная была, наверное, вот эта неделя. Здесь почти под 1000 тиков движения было. И по открытому интересу уже постепенно, ну, всю неделю, ни одного дня на открытие притока позиций не было. Вот, по дельте у нас остается, после падения последние два дня на покупку, вот 2, 24 тонны дельта и 30. Это, вроде бы как, немножко корректирует к BWP ценник, но это нельзя считать особо хорошим сигналом на покупку. Вот, если посмотреть срез фондового рынка за последнюю неделю, то там все ведут на снижение практически сектора. Вот, кроме Google, Facebook, Apple, ну, в общем, вот этих вот IBM. Все остальные в красной зоне за неделю, поэтому тут как бы все, все сходится, как говорится. Вот, ну и, соответственно, на следующей неделе как раз новый контракт уже будет. И плюс еще процентной ставки, я думаю, будет хороший драйвер для начала нового тренда. Так как мы спекулянты, нам все равно какой тренд будет. Главное, чтобы он был стабильный и хороший по динамике, то есть, чтобы хорошенько взять падение, рост, без разницы. Это спекуляция. Ключевые уровни сопротивления 38.75, 3.38 и 39.09. Это вот сопротивление. По поддержке, последний блокпост 36.95, там очень хороший дельтанабай. И вот из последних, это 37.60, даже 58 по 74.00. Здесь вот эти два дня, ну, тут фиксация, поэтому особо надеяться на этот уровень не стоит. Значит, 38.00, как раз эпицентр ядра контракта. И 38.29 по 37.85, сам диапазон текущего контракта. С вами был Миша Лемок. Встретимся в среду на открытом вебинаре. Тему, которую вы узнаете из телеграм-канала WorldFix News, где вы будете получать хорошие, интересные материалы, ссылки на вебинары и регистрации. Все там. Так что жду в среду, 19.00. Всего хорошего, до свидания, пока.